11-летний алматинец Давид Чарлин представит Казахстан на Детском Евровидении 2022. Конкурс пройдет в декабре в столице Армении, Ереване. Об этом объявили на 4-м детском международном вокальном конкурсе «Бакаптабала-2022». С какой композицией планирует выступить юный талант и как проходит его будни, расскажет Назгуль Бушанова. Буквально несколько дней назад, вернувшись с одного международного конкурса, Давид приступил к подготовке к новому. Ему предстоит защищать честь Казахстана на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2022». На данный момент уже определились 16 участников из стран-членов Евросоюза. По условиям конкурса участники должны представлять новую песню в соавторстве с известным композитором. Мы только позавчера узнали, что мы едем на Евровидение, поэтому мы сейчас находимся в поиске авторов. Может быть, даже будет несколько композиций написано, я не знаю. Наша задача из того, что мы услышим, выбрать то, что максимально раскроет, максимально покажет уровень нашей страны на международном уровне. О том, что Давид представит Казахстан на Евровидении, было объявлено после подведения итогов четвертого международного конкурса «Бахтабала-2022». Юный казахстанец стал дипломантом, исполнив две композиции. Агентство Хабар тогда вручило ему специальный сертификат и теперь поможет Давиду подготовиться к конкурсу и записать его песни. Агентство Хабар тогда вручило ему специальный сертификат. К удивлению друзей и знакомых семьи, будучи еще первоклассником, Давид предпочитал песни ретро и особенно любил Высоцкого. Со временем репертуар изменился, стала интересовать современная музыка. Не меняется только его главное качество – целеустремленность, говорит мама. Давид из тех людей, которые никогда не сдаются. Вот он ставит перед собой цель и всегда к ней идет. Конечно, я горжусь им. Конечно, это и ответственность. Мой ребенок все равно будет представлять Казахстан. Это мы понимаем, что не просто так. И что из его стороны нужно приложить очень много сил. И в том числе с моей, со стороны педагогов и так далее. Сейчас в репертуаре Давида несколько песен на английском и казахском языках. Он много работает над голосом и больше времени уделяет изучению государственного языка. Поскольку я буду исполнять песни на казахском языке, сейчас я активно изучаю язык, чтобы убрать акцент и так далее. В школе довольно неплохие успехи у меня по казахскому. Это четверка. Но я уверен, в следующем году еще будет лучше. В декабре Давид выступит на сцене спортивно-концертного комплекса имени Демирчана в Ереване. А агентство Хабар, как правообладатель, будет транслировать международный конкурс детской Евровидении 2022 в Казахстане.